Дорогой друг, это сорт Надежда Азус. Обратите внимание, что урожай, видите, уже лежит на мульче. Я вот пробовал, ну типа какие-то подставочки делать, но это, конечно, не сработает. А как было дело? Я когда начал нормировать этот сорт, ну у супруги, конечно, разрыв сердца, а ты опять режешь, оставь все. Ну я послушался, это единственный раз в жизни, и оставил. Вот теперь возникает проблема. Обратите внимание, вот вторая проволока снизу, вот, и нижняя проволока, вам может быть плохо видно, и вот нижняя проволока, они совсем растянулись и прогнулись вот в этом месте. А представляете, когда урожай ягод удвоится, то есть они сейчас зеленые, они еще растут, будут увеличиваться в объеме, ну и, соответственно, в массе. И эта проволока может рухнуть. Она просто от жары нагреется, станет невязкой, несмотря, что это алюминий, он просто оборвется. И правильно гласит народная пословица, выслушай женщину, а сделай как надо. Вот теперь у меня проблема, нужно вот эти две проволоки, самую нижнюю и вторую снизу, нужно подвязать к верхнему ярусу, то есть к верхней трубе. Она у меня, у меня весь верх на шпалерах соединен жестко, то есть у меня здесь полдюймовой трубы. Но теперь я могу что-то поломать. Листик там, а листик в растении это одна из самых главных частей. Вот теперь я буду делать, натягивать вертикальные проволоки и немножко подтягивать, наверное, в трёх или в четырёх местах я буду выравнивать вот эти проволоки. А, соответственно, и нижний урожай, который лежит на мульче, он, конечно, поднимется. Вот, натянуть вертикальные проволоки мне бы нужно было, конечно, рано по весне, когда я только лозы освободил от укрытия, вот, и завязал вот на эти две нижние проволоки шпалера. Вот в этот момент, когда ничего не мешает этой зелёной массы, нет, работай себе спокойно, не опасайся. А вот теперь, видите, проблемы. Так что, если, даже не если, а наверняка, вы делаете виноградную шпалеру, делаете, натягиваете горизонтальные проволоки сразу, сразу делаете и, вернее, вяжите вертикальные проволоки. Ну, вот, на двух метрах, наверное, четыре вертикальные проволочки будут эффективно поддерживать не только вот две нижние проволоки, ну, и остальные, потому что у разных кустов урожай завязывается в разных местах, то есть у каких-то внизу, у каких-то на второй, на третьей проволоки, ну, и остальное всё зависит от формировки кустов. Вот теперь мне нужно гювелирничать, чтобы ничего не поломать и всё аккуратненько сделать. Так, давайте я, наверное, так, раз, два, три, четыре. Давайте-ка я начну вот с этой. Обкручиваем трубу и этот конец просто закручиваем, один конец закручиваем вокруг вертикальной проволоки. И теперь аккуратненько, чтобы ни один листик, не дай бог, лопнул или надорвался, не дай бог. И вот теперь, смотрите, сейчас я буду опускать, опускать, опускать. Ага, вот я нашёл вторая проволока снизу. Сейчас я буду с той стороны засунуть нижний конец моей вертикальной проволоки и потихонечку буду подтягивать горизонтальную проволоку вверх. За счёт того, что у меня сверху труба, действительно, ничто не прогнётся там и не поломается. Вот давайте теперь с вами будем натягивать. Так, натянули. Сразу перекидывайте этот конец вертикальной проволоки, чтобы зафиксировать. Чтобы зафиксировать. Так, всё отлично. И теперь переходим на нижнюю проволоку. Вы же видите, здесь есть кисть на кисти. Вот, обратите внимание, тут где-то, возможно, переплелись. И друг с другом, и с листиками. Надо всё аккуратно это делать. Вот поэтому, дорогой друг, делайте все работы вовремя. Никогда уже приспичило. Делайте, пожалуйста, всё вовремя.